Обнимашки с диктаторами. Обнимашки с диктаторами. Обнимашки с диктаторами. В нашей карантинной передачке мы будем, по сути дела, такие обнимашки лайт и о международной политике говорить. Она продолжается, она жива. Я хотел вам немножко рассказать об этом сейчас. Ну и в целом, знаете, вот, ребят, я хочу сказать такую простую вещь. Чего вы раскислили? Вы знаете, вот, я понимаю, конечно, это очень тяжелая ситуация, когда всех отрезают от привычной жизни, от доходов. При том, что там кредиторы и банки, и коммуналка, и арендодатели пытаются с вас все истребовать как прежде, а на работу выходить не можете. Реально потеряли заработок и так далее, да. Вы отрезаны от привычного образа жизни и все такое. Но это все очень тяжело, не вопрос. Мне тоже тяжело, может быть, даже во многом больше, чем и вам. Но, знаете, я хотел вот такой небольшой, если хотите, устроить сеанс психотерапии по-миловски. Она будет немножко жестковата. Не обижайтесь, если что, но мысль моя состоит в том, что, вы знаете, вы, в принципе, всегда должны помнить о том, что вот тот образ жизни, который у нас в России возник за последние 30 лет, это такая довольно уникальная штука. Ее раньше никогда в истории не было. И вот, когда я, например, был молодым, мне там было типа там 17 лет, даже вообще представить себе невозможно было, что вы можете выйти из дома, пойти сесть в какое-нибудь современное модное кафе с хорошей музыкой, заказать себе фарпучино, подключиться к вайфаю и там узнать все последние новости, посмотреть какой-то сериал. Какой, блин, вайфай, какой фарпучино, у нас не было вообще ничего. То есть, я думаю, вы, наверное, слышали историю, что в Советском Союзе были большие проблемы с едой, но там не только в этом дело. То есть, посмотрите на фотографии тех лет, как люди одеты, была какая-то серая, однообразная, значит, я не могу назвать это одеждой, продукция, сука, советской легкой промышленности. Вот реально назвать это одеждой, наверное, было бы просто преувеличением. Какой фарпучино, какой интернет, там, советская сфера обслуживания, они, извините, вас много и одна, они там слагают легенды. Из всех сфер коммуникации у нас были вот эти вот такие вот дисковые телефоны, знаете, где надо было там 7 цифр набирать, а на межгород гораздо больше цифр. Если ты, блин, чуть-чуть сбился, тебе, значит, тут весь номер вот этим тяжелым диском надо набирать заново. Вот в такой реальности мы жили, ничего было нельзя, на всю надо было спрашивать разрешение. За границу, значит, надо вообще это было, то есть попасть там в какую-то страну соцлагеря, типа Болгарии, это было надо пройти через, значит, горнило вот этих всех КГБшных проверок и так далее. Ну, то есть вот мы смотрели с дикой, конечно, ностальгией и слезой на глазах на всю эту карту мира, которую нам было, в общем, никогда не объездить. Потом случилась перестройка и реформа, и все стало хорошо. Ну, вот тогда это был ужас, конечно, просто. И я это говорю не только вот к тому, что там, знаете, как традиционный такой метод психотерапии всегда сказать, что может быть хуже. Если вам сейчас плохо, всегда подумайте о том, что может быть хуже. Но просто понимаете, такая история, что в жизни, наверное, каждого поколения случаются какие-то очень крупные кризисы. Такие вот, когда вы реально боретесь за выживание. Вот, наверное, правильно сказать, что ближайший такой кризис, это вот был конец 80-х, начало 90-х, поздний СССР. У нас часто принято говорить о самом таком ужасном плохом времени в российской истории, это вот пресловутые лихие 90-е. Но в 90-е нам как раз так не казалось, потому что в 90-е жизнь реально зашевелилась. Возникла новая экономика, появилась еда, появилась куча возможностей. Кстати, сам термин лихие 90-е, он в то время не фигурировал, он был изобретен сильно позже, конкретно в момент предвыборной кампании партии жуликов и воров «Единая Россия» в 2007 году. Тогда вот НТВ показало тот самый нашумевший фильм «Лихие 90-е», такой специальный пропагандистский фильм, который говорил, что типа все прям было ужасно плохо. И ведущей его была Анастасия Мельникова, актриса, которая играла в сериале «Менты. Улицы разбитых фонарей», разбитых фонарей. Ну и она уже давно такой верный, лояльный депутат от «Единой России» в Петербургском законодательном собрании и, в общем, исполняет роль такого штатного путинского ядрозовского пропагандиста. Но на самом деле в сами 90-е многие из нас, конечно, считали, что то, что происходило, это было тяжелое время, но это был колоссальный шаг вперед по сравнению с 80-ми. Потому что вот 80-е, ребятушки мои, вот это, конечно, была просто самая невероятная жесть, которую только можно себе представить. Нынешняя молодежь вообще с трудом, я думаю, может себе представить, что такое было советское время, но особенно вот последние годы это просто была реально повседневная борьба за выживание и элементарная борьба за еду. Я помню, как в нашей семье нам просто приходилось там в 3-4 утра вставать, чтобы очередь занять к открытию магазина, чтобы пока все не разобрали, успеть купить. И еды там было вот, ну там нельзя сказать, что прям совсем там вот мы жили впроголодь, она какая-то была, ну вот именно, наверное, слово какая-то это лучше всего отражает всю эту ситуацию. То есть какая-то там дохлая, синяя, волосатая, суповая, как это называлось, суповые куры, да, которые умерли своей смертью. И ты еще там 10 раз посмотришь на нее, прежде чем решиться съесть. Или вот мясо было, но оно было такое желтое, жилистое, где, собственно, вот мяса как такового было очень мало. У нас, например, был кот рыжик, очень такой с характером, кошак, я очень любил его. Он вообще отказывался есть что-то, кроме животной продукции, то есть мясо, рыба там и так далее. А ее было сложнее всего достать. И вот там единственная рыба, например, которую можно было купить, попробуйте, если вы не едите такое, вот ради эксперимента купите, называется мойва. Это такая мелкая, костлявая, значит, вот как бы непонятно что, да. И мы ему покупали эту мойву и сами не ели, потому что денег не было и возможностей не было. И мы все отдавали коту, а она жутко костлявая. Мы сидели, вот выбирали, значит, косточки, чтобы рыжику, значит, там ничего не попало, да, вот сидели, покупали ему мойву, выбирали косточки и больше ничего не было. Более того, вот, скажем, еще такая проблема была в конце 80-х, что вот сейчас, по крайней мере, вы сидите дома, у вас есть банковские карточки, там, онлайн-бэнкинг, доставка, вы можете там интернет, вы можете все купить, заплатить, да. А у нас даже были какие-то деньги, но в конце Советского Союза Горбачев ввел такую систему, когда он ввел ограничение, что нельзя снимать со счета больше 500 рублей в месяц. И фактически, вот, когда вам говорят, что вот у людей какие-то в Советском Союзе были денежные вклады, но они обесценились, но эти вклады, они были только на бумаге. Поскольку реально товаров в магазинах не было, на которые что-то там можно было эти деньги отоварить, да, и что-то купить, то просто людям эти деньги и не выдавали, да. И в итоге это было такое ужасное время, когда вот мы понимали, что вся эта система рушится, причем понимали давно, то есть это не с Перестройкой и не с Горбачевым все пришло. Я могу вам в порядке эксклюзиво рассказать такую историю, когда я в первый раз услышал мат в доме от своих родителей. Произошло это после пресловутой Олимпиады 80. Вы, наверное, слышали, что в Москве в 1980 году была Олимпиада, до свидания, наш маленький Мишка, там, и все такое. Ностальгия, все сейчас говорят, что вот Советский Союз был великая держава, и все. Но, как только эта Олимпиада закончилась, наш дорогой и любимый вождь Леонид Ильич Брежнев с 1 января 1981 года в два раза, в два раза поднял цены на все непродовольственные товары. Бытовые предметы, мебель, одежду и все такое. В два раза. А зарплату не поднял. Это был январь 1981 года. Показывает вам, насколько глубоко были проблемы в Советской Системе. Ну вот, мои родители, они даже при, с каким-нибудь там, девятилетнем мне, или восьмилетнем мне, они не стеснялись в выражениях, потому что они как-то чуть-чуть пытались подкопить денег, чтобы что-то домой купить. Вдруг оказалось, что купить они могут в два раза меньше. Леонид Ильич Брежнев, он не присутствовал в нашей квартире в тот момент, но он бы много интересного о себе узнал, если бы ему это довелось. И вот, вообще, почитайте, если вы хотите, вот, я чувствую, молодежь вообще про эти времена мало знает. Почитайте обязательно книгу Егора Гайдара «Гибель империи», где он подробно с документами из архивов ЦК КПСС рассказывает, как вся эта вот советская государственная финансовая пирамида рушилась, как карточный домик. Вот, и к концу 80-х это прям было больно уже. То есть, мы, молодежи, незнакомо такое слово «доставать», а вот вы сейчас можете просто кликнуть в интернете, и вам доставка вот привезет все, что вы там выберете, да. А нам просто, чтобы элементарные вещи какие-то бытовые себе достать, приходилось так, блин, бегать и носиться. И не факт было, что это все как-то мы достанем, да. То есть, ну, по несколько часов в день, я бы сказал, советский человек в среднем тратил в конце 80-х на доставание каких-то элементарных товаров, которые обеспечивали просто базовые бытовые потребности, да. Вот. И я это все к чему говорю. Я говорю к тому, что вот нынешний кризис, он мне очень-очень все это дело сильно напоминает. Конец 80-х годов и его пик – начало 90-х, когда все закончилось. То есть, когда отпустили цены, создали нормальную рыночную экономику и потребительский сектор, который работал на то, чтобы у нас появилась возможность просто по дороге домой с работы зайти в магазин и все купить, что мы хотим. До этого люди реально, вот, кто ездил даже в какой-то банальный соцлагерь, ну, рассказывали какую-то невероятную притчу, значит, что, представляете, вы заходите в супермаркет, и там есть несколько сортов колбасы. И лежат любые овощи, там, фрукты, соки, вот, какие вы хотите, несколько сортов хлеба, там. Это все лежит, никто не трогает, люди просто в корзинку складывают. Вот для советского человека это была немыслимая история. Просто немыслимая история. Вот, и я это к чему говорю, что когда мы сейчас все сидим на самоизоляции, то тяжело, конечно, в четырех стенах, я все понимаю, но у вас есть интернет, вы можете кликнуть, вызвать доставку, вы можете что-то там узнать новости, посмотреть какой-то сериал, там, и так далее, да. Ребят, это вот не так тяжело, как было нам в конце 80-х годов. И мы тогда, вот, знаете, мой призыв к вам заключается в чем, да, что нам удалось сделать одну вещь, все ужасно боялись советской системы, ну, откровенно, давайте говорить, и все всегда думали, что она вот продлится еще там сотни тысячи лет. Вот, тысячелетний рейх, да, как говорили вот тоже одни там тоталитарные товарищи и бывшие союзники по пакту Молотова-Риббентропа, да. Так вот, все думали, что это вот будет всегда, мы всю жизнь будем в этой системе жить, но когда это все перешло в реальную борьбу за выживание, вот у нас возникло такое хорошее здоровое чувство злости. Мы такие сказали себе, да твою мать вообще, мы вообще люди здесь или скот какой-то, да, потому что мы смотрели вот на эту, как было записано в советской, сейчас актуальное слово, конституция, да, в советской конституции была такая пресловутая шестая статья про руководящую и направляющую роль КПСС, коммунистической партии Советского Союза. Мы такие думали, ё, а что такое, ну вот эти ребята, окей, они завели нас в полнейший тупик, в полнейшее болото, и они не собираются уходить. Они что-то болтают из телевизора и говорят, что это просто мы вот должны лучше работать, там как-то ускориться, да, Горбачев объявил политику ускорению, да, но, блин, они на себя ответственность не берут и как бы отказываться от власти не хотят, несмотря на то, что они довели страну до полного аута и кошмара, да. И мы, в общем, поняли, в чём проблема, и мы вышли на улицы с простым лозунгом «Долой КПСС». И в итоге это всё противостояние продолжалось некоторое время, но мы таки их свалили, и мы, в принципе, сделали всё, что тогда добивались на тот момент. Мы избрали себе парламент такой, какой мы хотели, а не хотела назначить верхушкой коммунистической партии, мы избрали себе президента такого, какого мы хотели. Да, все эти реформы и преобразования пошли не без трудностей, но мы в итоге создали себе страну, где вы можете, по крайней мере, зайти в магазин, вот как сейчас вам говорят, вы на, как это называется, обязательной самоизоляции можете, типа, сходить в близлежащий магазин. И вот вы заходите в близлежащий магазин, вот сейчас, и можете купить там всё, чего у нас не было в Советском Союзе. Свежие овощи, какая-то еда нормальная, там, импортный алкоголь, там, сигареты, всё, что хотите, да. Просто вот в любой ловчонке. Тогда за этим в Советском Союзе год надо было бегать за ассортиментом, который есть в любой там сраной пятерочке возле вашего дома, понимаете? Вот, и мы добились того, что всё-таки в России появилась система, которая даёт нам как-то жить, даёт нам дышать, даёт нам возможность как-то обеспечить себе нормальное существование. Но сейчас возникает вопрос, что нам надо сделать следующий шаг. Мы не добились того за эти прошедшие 30 лет, чтобы в России появилась политическая, общественная система, появилась власть, которая всё-таки работает для людей. Вот я очень хочу, чтобы вы это время на самоизоляции, когда вы сидите, значит, погружённые в себя и вот там думаете, значит, быть или не быть, и в чём смысл бытия, да. Да, смысл бытия очень простой, что мы должны вернуть себе контроль над страной, чтобы таких вот ситуаций больше не допускать. Чтобы у нас была нормальная человеческая власть, которая, когда вот кризис, чрезвычайная ситуация, она говорит, я объявляю чрезвычайную ситуацию, беру на себя ответственность, вам, гражданам и экономике выделяю помощь. Я работаю здесь для вас. Вы меня избрали не просто, чтобы я там сидела и воровала, и над вами издевалась, а для того, чтобы я делал людям что-то хорошее. И если я недостаточно делаю хорошее, вы бы на следующих выборах меня прокатили и избрали кого-то другого. Вот нам нужно сейчас, пока мы сидим на карантине, у нас есть возможность подкопить силы и подумать о смысле жизни, нам сейчас нужно выработать в себе вот эту хорошую злость, чтобы выйти после того, как эти ограничения обязательно будут сняты, чтобы выйти и вернуть нашу страну себе. Добиться все-таки, наконец, настоящих политических перемен в стране. Сделать так, чтобы власть в России принадлежала людям и работала на людей, а не состояла из какой-то мафии и упырей, которые только нас эксплуатируют и работают на себя. Вот давайте у меня, вы там думаете, вот чем бы вам заняться, разгадали все кроссворды, значит, пересмотрели все сериалы, давайте вместе обсуждать и думать, как мы будем менять политическую ситуацию в нашей стране, когда все это закончится. Давайте вырабатывать в себе хорошую эмоциональную злость для того, чтобы уже вот не просто так потратить силы накопленные, когда с нас постепенно будут снимать ограничения и мы из этой самоизоляции наконец сможем выйти на улицу. Обнимашки с диктаторами. Меня спрашивают, а сколько еще сидеть дома, да? Ребят, это может затянуться. Видите, вот Путин и парад Победы отменил. Ну, это было ожидаемо. Кстати, вот если хотите, посмотрите мой недавний эфир на днях на Радио Свобода, где мы говорим об вот этих предстоящих там юбилея Победы и путинской пропаганде и что они будут переносить и как. Но вообще вот сейчас появились такие достаточно серьезные оценки, что этот карантин может минимум до июня продлиться. Не до 30 апреля, а до июня, может быть до середины лета даже, да? Вот. И в этой ситуации здесь надо просто набраться терпения, немножко привыкать к вот этой новой реальности, потому что все-таки, ребят, это вот не какая-то раздутая истерия. Это не заговор мировой с этим коронавирусом, это действительно очень серьезная тяжелая болезнь. Почитайте, вот, например, BBC сделала отличный репортаж Олеся Гересименко и Светлана Рейтер. Они взяли серию интервью у людей, которые переболели вот этим чертовым коронавирусом. Это действительно адски тяжелая штука. Я вот, например, это говорю, зная, что у меня вот за последние там пару дней из нашего дома, мы просто смотрим по трекеру, есть трекер, который позволяет увидеть, с каких адресов увезли людей, зараженных коронавирусом. Из нашего дома, Литовский бульвар 19, увезли двоих человек, пока вот первые заражены. Ну, у нас огромный дом, это 22-этажный, 8-подъездный дом, тут больше двух тысяч человек живет, и мы тут не соприкасаемся. Мы реально там живем в изоляции и практически никого не видим. Сейчас, кстати, народ дисциплинированно себя ведет и на улицу не ходит. Но, тем не менее, такой факт. Эта гадость рядом, и очень много тяжелых больных, которые с осложнениями переносят коронавирус, это молодые люди моложе пенсионного возраста, гораздо моложе меня. Поэтому не думайте, что это просто болезнь, которая косит пенсионеров. Это не заговор, это не шутки, это серьезно. И вообще в мире вот такие прогнозы, что, ну, вот Билл Гейтс, например, говорит, что, возможно, мы не сможем вернуться вообще в мире к каким-то массовым собраниям до тех пор, пока не будет от этой гадости изобретена вакцина. Но, тем не менее, вот, друзья, это надо потерпеть, потому что здесь вопрос стоит о жизни людей. И вот я хотел здесь сказать одну очень хорошую вещь, которая вот в этой всей тяжелой ситуации, мало хороших новостей, но мне прям так понравилось это дело. Я вот увидел социологический опрос британцев, жителей Великобритании, их спросили, вот у нас очень многие вот говорят об этой развилке, типа, мы не можем все время дома сидеть, у нас зарплата, работа, экономика рушится. Вот британцев спросили, они, кстати, очень страдают из-за этого локдауна и карантина, их спросили, а что вы считаете важнее, спасти жизни или чтобы экономика все-таки работала и люди могли зарабатывать? И вы видите результат этого вопроса на экране. Подавляющее большинство британцев говорит, важнее спасти жизнь. Черт с ней, с этой пресловутой экономикой. Вообще, это очень воодушевляет, что такие настроения есть в мире, и в целом во многих странах люди поддерживают вот эти меры по введению довольно жесткого карантина, несмотря на все трудности, потому что ценят человеческие жизни выше. И даже в России вот тоже вот еще опрос, начало апреля высшей школы экономики, более трех тысяч респондентов они отпрашивали, вы видите, что так или иначе примерно три четверти россиян поддерживает ограничения по передвижению, чтобы предотвратить распространение этого вируса, и только меньшинство говорит, что никаких ограничений не надо. Поэтому, ребята, это серьезно, это вопрос о жизнях и здоровье окружающих, даже если вам плевать на собственное, подумайте об окружающих, но вообще это очень воодушевляет, что в мире есть вот такие правильные и хорошие настроения. И после всех плохих новостей последних месяцев и лет, конечно же, такие результаты опросов видеть очень приятны, это говорит о том, что у человечества не все так плохо с будущим. Ну и в целом я вот хотел вам рассказать некие международные новости на эту тему. Во-первых, ситуация, в принципе, идет скорее в хорошем направлении, хотя вот говорят, что пик заболеваемости коронавируса еще не пройден, но вот как вы можете видеть на этом графике, в странах, которые, в общем-то, давали основной массив заболевших и смертей, ситуация уже переломилась. И так или иначе, в общем, будет идти на спад, хотя, может быть, не везде пик пройден, но тем не менее видно, что тенденция достаточно хорошая. Это первое. Второе, конечно, есть страны, которые блестяще просто показали себя, их демократические власти показали себя абсолютно блестяще в борьбе с вот этой заразой. Ну мы говорили здесь с вами в нашем канале о Южной Корее, их потрясающемся на успешном примере борьбы с коронавирусом, но вот тут пришла политическая новость. У них были 15 апреля в среду парламентские выборы. Это важные такие промежуточные выборы между президентскими. У них через два года проходят парламентские выборы, потом через два года президентские. И это фактически был референдум о доверии действующему президенту Мунжиину, о котором мы здесь много говорили и который возглавил вот такое архиуспешное противодействие коронавирусу. Так вот, демократическая партия в главе с Мунжиином и ее союзники по избирательному блоку, они 60% мест получили в парламенте. И рекордную поддержку, и рекордный мандат доверия, это большинство, наверное, самое крупное, возможно, за лет 30 последнее. И это говорит о том, что мы вам здесь рассказывали, посмотрите нашу передачу обнимашки с диктаторами про Корею. Мы приводили, в принципе, Южную Корею, которая примерно одного размера экономика, как Россия по объему ВВП, но гораздо вперед ушла от России по качеству жизни и развитию институтов. Пересмотрите эту передачу, мы вам рассказывали про огромный успех Южной Кореи и очень успешную политику действующего президента Мунжиина. И вот я рад, что он получил такую огромную поддержку сейчас на выборах, люди оценивают и одобряют его деятельность. Второй пример. Германия. Совершенно потрясающий эффективный ответ, умный ответ на этот кризис с коронавирусом. И в том числе очень подробный и детальный анализ и отслеживание случаев заболевания. Один из главных элементов стратегии борьбы с коронавирусом в Германии было именно выявление зараженных и отслеживание их контактов, кстати, как и в Корее, в Южной. И Германия в результате одна из стран, которая очень успешно себя чувствует с точки зрения борьбы с заболеваемостью. И это привело к невероятному всплеску популярности Ангела Меркель. Ее рейтинг сейчас около 80%. Там пошли разговоры, а может быть ей остаться на пятый срок. Хотя, наверное, это было бы вряд ли правильно с точки зрения все-таки элементарного принципа сменяемости власти. Но, тем не менее, вот один из заголовков из европейской прессы, который, на мой взгляд, точно отражает ситуацию. Возвращение кризисного менеджера Меркель. Реально, все это дело действительно так и обстоит. Ангелу Меркель, когда там спокойно и какое-то тихое время ее многие пинают, но когда надо прийти и порядок навести, она, конечно, не имеет себе равных. И таких случаев масса было за 15 лет ее нахождения у власти. И вот этот, помните, адский финансовый кризис и угроза выхода Греции из зоны евро. И все это решили благодаря, прежде всего, личному участию Меркель. И история, например, с кризисом мигрантов, за которую ее много ругают. Но вот этот график сейчас показывает вам, что Европе удалось таки поставить под контроль нелегальную миграцию. И в том числе за счет создания единой европейской службы контроля границ Фронтекс. Ну и вот нынешний кризис, он показал, что Меркель может очень эффективно себя проявлять как кризис-менеджер. И ее рейтинги взлетели заслуженно. Вот то, что такие лидеры есть до сих пор в демократическом мире, это, конечно, очень воодушевляет. Но есть, к сожалению, и другие примеры. И, кстати, вот я хотел здесь ответить на вопрос, который мне очень часто задают, про страны, прежде всего, европейские страны, которые не стали вводить жестких ограничений на передвижение, на самоизоляцию в связи с коронавирусом. Надо сказать, что во всех этих странах есть серьезные проблемы. Вот первое, о чем я хотел сказать, это Британия. И Британия поначалу первое высказалась в том ключе, что нам не надо вводить карантин, нам надо всем переболеть. Это называется herd immunity, стадный иммунитет, если в буквальном смысле слова переводить. Что, типа, ну, как говорил премьер Борис Джонсон, там, кто-то умрет, но надо всем переболеть. И вот, как вот, знаете, вы много таких постов сейчас читаете в соцсетях. Я врач со стажем Бабы Маня. Это просто вирус, им надо просто переболеть. Это не просто вирус, это серьезная история, да. Баньте этих всех Баб Мань. Вот такой Бабой Маней попытался стать Борис Джонсон, который потом сам подцепил коронавирус и попал в реанимацию. И был подключен к искусственной вентиляции легких с этим заболеванием. Знаете, я тут много его обсуждаю, мы здесь ругаем многих политиков-популистов, включая Джонсона. Но я хочу сказать, что я лично против него не имею ничего плохого. Он очень интересный человек и политик, и он был хорошим мэром Лондона, и был бы там, наверное, хорошим депутатом от консервативной партии, может, даже каким-то министром. Борис Джонсон просто оседлал не ту повестку, он заигрался. Вот в этой совершенно контрпродуктивной, абсолютно вредной для всего человечества попытке оторвать Британию от единой Европы. Но, вот, я рад, что он выздоровел. Я не желаю ему лично никакого зла. Но, конечно, его довольно хорошо характеризует то, что он очень быстро, через пару недель после объявленной вот этой политики, что мы ничего не закрываем и будем ждать, пока все переболеют, он понял свою ошибку. Вот это очень важно для политика, вовремя понять и осознать свою ошибку. И он пересмотрел все это дело, ввел в Британию карантин, локдаун, но Британия, к сожалению, из-за запущенного времени до сих пор демонстрирует показатели хуже других. И входят в лидеры по заболеваемости и смертности от коронавируса вот именно из-за этой политики. Две другие страны, которые меня спрашивают, это Швеция и Голландия, которые не стали, в отличие от многих других развитых стран, вводить вот такие жесткие ограничения по нахождению людей дома. А в Швеции просто вообще все вот ходят, ведут себя как обычно. И вот многие говорят, ну вот посмотрите, у них же все хорошо. Вот, друзья мои, значит у них, во-первых, все совсем нехорошо. Если вы посмотрите на статистику Worldometers, то вы видите, что Голландия находится на десятом месте в мире по смертности от коронавируса, а Швеция на четырнадцатом. Я записывал выпуск этой передачи, там, позавчера здесь же на кухне, у нас просто технические были накладки, мы не смогли его выпустить, но тогда она была на пятнадцатом. Сейчас уже на четырнадцатом месте за два дня вышла Швеция по смертности от коронавируса. Посмотрите, как у них кривая идет роста смертности, связанной с коронавирусом и теми осложениями, которые он вызывает. И в Швеции там много всего. Вот сегодняшняя новость, что парламент Швеции запросил, правительство Швеции запросило и получило от парламента разрешение вводить дополнительные жесткие ограничения и меры карантина в связи с коронавирусом. То есть они явно собираются пересмотреть свою мягкую политику. Шведские ученые говорят о том, что массово просто кричат о том, что политика Швеции в этом плане это катастрофа. Ну и в целом видно, что, к сожалению, вот такое вот очень фривольное отношение такое к ограничениям, связанным с контактами людей в ходе этой эпидемии, оно в принципе Швецию завели в серьезные проблемы. Кстати говоря, если вот говорить про их статистику, то вот один из важных моментов то, что изначально было много дискуссий, а вот Швеция вроде как карантина не вводит, но у них низкая смертность. Сейчас возникла там проблема в том, что шведская статистика пересматривается задним числом, уточнением числа кейсов и смертей от коронавируса. И фактически они вырастают в два раза через некоторое время после ревизии статистики, после пересмотра в соответствии с фактом. Так что там еще и статистические игрища присутствуют. То есть на мой взгляд есть все основания говорить, что шведские власти, они к сожалению так вот облажались с этой своей мягкой политикой отказа от карантина, в отличие от соседей Норвегии и Дании, где это удалось в общем и целом поставить под контроль. Но в целом в мире свет в конце туннеля виден, хотя вот сейчас я конечно хотел бы несколько слов сказать об отдельных проблемных кейсах. Проблемных кейсов в мире достаточно. Вот Financial Times их объединила под ярким заголовком «Страусиный альянс». Правители, кстати, диктаторы и популисты, которые отрицают коронавирус. Ну конечно наиболее близким и заметным кейсом для нас является Белоруссия и президент Лукашенко, который просто продолжает отрицать вообще наличие проблемы и серьезность эпидемии коронавируса. Но это приводит к очень плохим последствиям. Во-первых, там серьезная заболеваемость в Белоруссии среди врачей, которые, как мы знаем, по примерам разных стран являются главными разносчиками этой заразы, потому что они контактируют со многими больными и многим могут ее передавать. И другая, например, ситуация, что очень много информации из Белоруссии, что там просто скрываются путем вот такого диктаторского информационного подавления распространения вот правды о том, что происходит с заражением коронавирусом, там людям запрещают говорить, не допускают их, в общем, к умершим родственникам, которые явно скончались, скорее всего, из-за вот этого вот диагноза. И идет огромная кампания по сокрытию информации. Это, конечно, очень тревожно. Белоруссия может в будущем стать таким серьезным рассадником вот этой всей заразы. Другая история – это КНДР, Северная Корея, которую мы вот недавно подробно обсуждали в нашей передаче «Обнимашки с диктаторами о корейском полуострове». Пересмотрите ее. Так вот, они сначала вообще отрицали все это дело. Говорили, что как вот в СССР секса не было, а типа в КНДР нет коронавируса. Но, тем не менее, вот китайское агентство Синхуа передает, что руководство Северной Кореи начало проводить очень серьезную серию совещаний по борьбе с этой заболеваемостью и фактически признало проблему. Таким образом, вот это вот изначально отрицало, но, к сожалению, влечет за собой очень тяжелые последствия, массовое неконтролируемое распространение вируса, которое чревато огромным количеством смертей. Кстати, это вот серьезная история. Например, Имперский колледж в Лондоне, лаборатория, которая работает с инфекционными болезнями, она оценила, что порядка 60 тысяч жизней удалось спасти странам Европы за счет введения жестких мер карантина. Это, дорогие мои друзья, не шутки. Но есть, опять же, есть, к сожалению, и другие примеры. Прежде всего, пресловутый Китай, откуда все это началось, когда не просто эпидемию запустили, ее отрицали, пытались бороться с врачами, которые обнаружили эту эпидемию, кричали о ней, им власти, полиция, силовые структуры китайские пытались заткнуть рот. Вот мы обо всем этом вам рассказывали в наших передачах. Вообще, вот один из таких важных тоже вопросов, которые мне задают. Может ли быть на Китай обращена международная ответственность в связи с возникновением этой эпидемии? А Китай действительно несет конкретную ответственность, и потому что он замалчивал долго, зная о серьезности эпидемии, он о ней не говорил миру. Второе, что долго у себя они пытались это подавить, пытаясь заткнуть рот врачам. И главное, откуда все это возникло? Дело в том, что из Китая же не первый такой вирус происходит. Можно вспомнить всю эту атипичную пневмонию SARS и прочее. Смотрите, там, несмотря на весь этот интерфейс такой благообразный, который китайская коммунистическая диктатура пытается поддерживать на международной арене, в реальности они ничего не делают для того, чтобы действительно сформировать какое-то цивилизованное общество у себя в стране. То есть вот одним из источников вот этой постоянной заразы являются так называемые вот эти wet markets. Это рынки, где в очень тяжелых антисанитарных и жестоких условиях торгуют дикими животными на убой и на продажу для еды. И это вообще, первое, вот вам, конечно, лучше не гуглить все это дело. Это просто ужасная история. Какое там происходит нечеловеческое издевательство над животными, в каких условиях их содержат, прям на глазах убивают, еще и совершают какие-то садистские действия, убивают наиболее жестоким способом, чтобы по их преданию мясо было вкуснее. Вот, и все это антисанитария, постоянная физическая близость, кровь, жидкости, вот это все. То есть вот как написал известный обозреватель Сергей Медведев, это по сути такой вот эти вот дикие рынки, это ходячее биологическое оружие. Где эти вирусы и передача этих вирусов от животных к человеку, там от летучих мышей, там под галинов или неважно, ну, это к бабке не ходи просто, что это в итоге вот должно все происходить. И это в Китае постоянно происходит. Они чуть-чуть опомнились сейчас, запретив, Китай запретил торговлю и разведение для еды диких животных, причем эта же вся гадость, это не имеет никакой пищевой ценности. Это они просто для фана убивают животных и жрут. Просто вот типа дичь поесть какую-то там, да. Ну вот благодаря этому мы имеем с вами нынешний вирус. Вот мы говорили здесь, у нас была отдельная передача о том, что такое бурное развитие эпидемии в мире, оно не могло не быть связано с вот этим ростом влияния диктатуры популистов, которым просто плевать на здоровье и условия жизни населения, плевать на окружающий мир и благополучие людей в других странах. Ровно поэтому Китай сначала запустил эту эпидемию, а потом о ней молчал. В общем, махая рукой на то, что ну еще кто-то в мире может заболеть. И традиционно, как коммунисты и диктаторы всегда делают, пытаясь отгородиться от этого волной пропаганды и отрицалого, типа это не мы, их там нет, да. Вот. Конечно, Китай за всю эту историю несет ответственность. Может ли она на него быть обращена международным сообществом? По идее, конечно, надо бы. То есть эти вопросы должны очень серьезно ставиться в международной плоскости. Но здесь есть проблема. Здесь есть проблема в лидерстве, в лидерстве в демократическом мире. То есть по идее, ну все вот, кто сейчас главная страна, которая больше всего страдает от этой эпидемии, это Соединенные Штаты, которая сейчас сильно обошла Китай по количеству заболевших. Это большой вопрос, потому что Китай сильно врет и занижает свои цифры. Но тем не менее, вот скорее всего, Штаты все-таки Китая обошли в итоге по заболеваемости и смертности. Так вот, по идее, таких действий о том, чтобы обратить ответственность за всю эту эпидемию на Китай, надо ждать от Соединенных Штатов Америки. Но в Соединенных Штатах Америки, вы прекрасно знаете, огромная проблема с лидерством. Там нет адекватного, какого-то уравновешенного и грамотного лидера. Там вместо этого президент Трамп, который вот только тем и занимается, что ругается журналистами каждый день и рассказывает, какой он великий. Он адски запустил эту эпидемию. Он и его администрация, в общем, отрицали изначально, что вирус это серьезно и пытались представить это каким опять заговором демократической партии против них. Ну, в итоге это все довело до очень тяжелых последствий для США. А теперь Трамп играет традиционную такую blame game, игрушку, типа назначить виноватого, давайте вот там трахать Китай. И Всемирную Организацию Здравоохранения, которую многие там не без основания обвиняют в том, что она тоже помогла запустить эту эпидемию и слишком мягко обращалась к китайским руководством все эти месяцы. Но понимаете, в чем дело? Вот для того, чтобы эту антикитайскую волну и вот эти усилия по обращению ответственности на власти Китая за вот этот вирус подхватили какие-то другие серьезные страны, ну, в Америке должно быть лидерство с каким-то международным авторитетом. Трампа должны уважать в мире. Но это не так. К сожалению, впервые вот за там многие годы надо сказать, что отношение к руководителю Соединенных Штатов в мире крайне отрицательное. Вот вы можете видеть цифры, например, Pew Research. Мировые лидеры относятся к Трампу с недоверием. Поэтому вот любые его попытки наездов на Китай, они будут восприниматься как часть его какой-то внутриполитической пропагандистской повестки. И связываться с ним реально и какие-то совместные действия, ну, никто не собирается. Потому что Трампа, к сожалению, вот сейчас в мире не воспринимают серьезно как лидера. Поэтому, на мой взгляд, здесь стоит ждать ноябрьских выборов в США и надеется, что все-таки в Америке придут, наконец, к власти ответственные политики, которые сменят вот этот вектор и вернут Америке доверие и лидерство в цивилизованном мире. На это появилась надежда. Вот здесь мы немножко поговорим сейчас с вами об американских выборах и демократических праймерис. Там эти праймерис, по сути, закончились, потому что, в общем, однозначным кандидатом от демократов без всякой конкуренции теперь стал Джо Байден. Кстати, мы здесь, когда тут всякие разные комментаторы и политологи рассказывали, что сейчас будет Лизабет Уоррен, что сейчас будет Берни Сандерс, мы вам здесь постоянно говорили вот уже полгода, что, скорее всего, конечно, кандидатом от демократов в президенты будет Джо Байден. Вот просто посмотрите несколько фрагментов нашей передачи обнимашки с диктаторами об этом. Если хотите, сделаю свой прогноз. Я думаю, что все-таки Байден будет номинантом демократической партии, потому что, ну, очень сложно вот этому левому крылу. Оно активное в демпартии, но ему сложно взять большинство. Но это будет такая тяжелая победа, после которой Байден выйдет довольно измотанным, как это было с Хиллари четыре года назад. Вот я здесь говорил вам, не списывайте Джо Байдена со счетов. Скорее всего, в итоге у него есть все шансы показать лучший результат в крупных штатах и выйти в лидеры. Хотя, там, не с очень убедительным преимуществом. Но вот по итогам супервтурника так и произошло. Мы еще всех результатов не знаем. Вот на момент, когда мы сейчас снимаем эту передачу, там в самом большом штате Калифорния еще не до конца почитаны голоса. Но, в принципе, вот на этот момент Байден таки вырвался в лидеры. Ну и сейчас Джо Байден стал теперь уже официальным кандидатом президента. Его поддержал даже вот главный оппонент Берни Сандерс, который снялся с президентской гонки. Здесь несколько вещей, надо сказать. Во-первых, вы знаете, вот мы здесь выражаем некий скепсис по поводу Байдена, что он такой уже в возрасте, у него недостаточно энергетики, он уставший и так далее. Во-первых, ситуация поменялась. То есть его, вот эта вся такая очень однозначная поддержка, энтузиазм со стороны других политиков-демократов, которые снялись с гонки и поддержали его, его это, очевидно, приободрило. Он так начал выглядеть и говорить немножко по-другому. Ну, посмотрите, просто видите там видеоряд, да, и в целом просто посмотрите его последнее выступление и так далее. Байден сейчас выглядит как реальный такой серьезный, солидный кандидат в президент и полная противоположность там его предстоящему оппоненту, который, в общем, я даже не знаю, мне не хочется Трампу каких-то эпитетов приклеивать, да, но вот как он бросается, значит, вот на журналистов там на этих своих брифингах, как там, извините, вот в русском языке это не очень хорошее коннотацию имеет слово, но, скажем так, самец курицы, да, вот так вот он это делает, даже не павлина, а курицы. И вот из-за этого, кстати, у многих других лидеров международных очень сильно выросли рейтинги на фоне того, как они эффективно борются с пандемией коронавируса, а у Трампа нет, у него рейтинги падают. Он не только на международной арене не имеет авторитета, но у него и в Штатах. Вот эта вот картинка, это сайт RealClearPolitics дает среднее значение всех опросов общественного мнения за все время президентства Трампа. Уникальный случай, он за все время президентства в среднем даже 50% поддержки у него никогда не было, всегда был ниже. То есть у него антирейтинг выше рейтинга поддержки был всегда. Вот такая вот история. Конечно, вот эта эпидемия коронавируса, она должна американцев многому научить. Тем более, что Трамп не сдается, он продолжает попытки, невзирая на все предупреждения и рекомендации медиков. Он хочет, что он говорит, открыть Америку к майским праздникам, снять все ограничения по карантину, заставить губернаторов просто полную свободу обеспечить, что угрожает новой волной распространения вируса, потому что все-таки вакцины пока нет, иммунитет пока не у многих. И это довольно безрассудная политика. Вот, кстати, очень интересно, он создал тут совет по открытию Америки, по снятию ограничений по карантину. Ну, вот видите состав, да, из семи человек там нет ни одного профессионального медика, ни одного профессионального экономиста, зато там сидят его родственнички, например, его дочка и ее муж, Иванка Трампа Джаред Кушнера, и всякие разные его приспешнички, как говорят, yes-man, которые ему смотрят в рот и все время говорят только да. Никаких специалистов в этом совете по открытию Америки с 1 мая там, в общем, нет. То есть там назревает в Америке большой скандал и напряжение на эту тему. Кстати, когда Трамп это комментировал, вот его спросили, а вот есть же в Америке федеральная страна, там разделение властей, там власть губернаторов. Он сказал, нет, у президента абсолютная власть в США. The authority is total. То есть узнаете язык, да? Вот как мы вам и говорили, очень похоже на некоторых персонажей. Ну и Джо Байден на этом фоне, конечно, выглядит реально очень хорошей альтернативой. Тем более, что скорее всего он выберет кого-то молодого, энергичного себе в вице-президента. И вот пишут, что скорее всего это женщина будет. Там много кандидатур называется. Я не думаю, что это будет Мишель Обама, как пишет русская пресса, которая не очень хорошо в этом всем понимает. Мишель Обама не хочет все это делать. Она не хочет заниматься политикой. Она не пойдет в вице-президенты. Скорее всего, я думаю, что это будет кто-то из сенаторов. Скорее всего, либо Эми Клобушар, либо Камала Харрис, которые тоже выдвигались на демократических праймерис. И, в общем, достаточно достойно там выглядели. Но посмотрим. То есть мне кажется, что сейчас дело все идет к тому, что демократическая партия все-таки не только даже возьмет Белый дом, но и скорее всего получит большинство и в обеих палатах парламента и выиграет еще и Сенат. В США вот такой будет бесславный конец трамповского президентства для республиканской партии, которая, к сожалению, вместо того, чтобы показать какое-то достоинство и яйца просто элементарное, она просто легла под Трампа, как подстилка, как такая американская единая Россия. Но я надеюсь, что все это изменится. В том числе это, скорее всего, откроет новые возможности для того, чтобы заняться серьезными глобальными проблемами и в том числе пересмотром роли Китая в мире и серьезным международным ответом на вот эти все печальные итоги китайского коммунистического управления, которые довели нас на все эти эпидемии. Я думаю, что если Байден станет президентом, то вопрос об ответственности Китая он может уже на серьезном международном уровне коллективно быть поставлен ребром. Кстати, Путин вместе с Си Цзиньпином тут закукарекали, что типа нет, мы не виноваты. И Путин зачем-то бросился китайцев отмазать. При том, что Россия сама сейчас страдает от этого вируса. Путин зачем-то бросился не помогать нашему населению и малому бизнесу в кризис, а отмазывает своих китайских друзей. У меня просто слов зла не хватает на это все дело. Пересмотрите нашу передачу «Обнимашки с диктаторами про Китай». Мы говорили там, до какой степени Путин превратился в китайского вассала и подчиненного. Но это же всему же должен быть предел-то, наконец. Вот просто посмотрите, кто его сейчас заставляет таскать из этого огня для китайцев каштаны и бросаться отмазывать Си Цзиньпин. Но он инициативно бежит. Дорогие китайские, значит, хозяева, пожалуйста, я готов вам всегда в вашем распоряжении готов вас отмазывать на международной арене за бесплатно. Это ужас просто, конечно, все. Ну и завершить я программу хотел сказав несколько слов о том, что происходит все-таки в России. Тяжелая ситуация. Продолжает очень резко расти число тяжелых больных. Особенно опасно, если это все перекинется на регионы. Потому что в регионах ситуации с медициной, с обеспеченностью и теми же аппаратами аппаратами вентиляции легких и квалификацией и количеством врачей гораздо хуже, чем в Москве. С количеством коек для тяжелых больных гораздо хуже, чем в Москве. Москва все-таки обладает другими финансовыми возможностями. И здесь колоссальное напряжение. Еле-еле не хватает. И как вот собянинские все клевреты признаются, ситуация критическая. Но вот сейчас эта эпидемия пойдет в регионы. При том, что региональные власти ведут себя, как просто черт его знает кто. Я вот в завершение хотел просто привести в пример. У нас среди вот этих путинских назначенцев много конченых идиотов. Например, вот алтайский губернатор Томенко, который в резкой форме отказался выделять помощь малому бизнесу. И сказал в очередной стиле, как у нас власти говорят, что это типа мародерство пытаться просить обратно свои налоги у государства в тяжелую минуту, да. Это типа мародерство просить государственной помощи. Так он вот начал говорить, что типа вот те, кто просит денег у государства, это все равно как вас пригласили в гости, а вы приводите с собой еще товарища, да. Ну просто сволочек, гад и придурок. Это губернатор алтайского края Томенко, да. Но еще больший придурок на нашем конкурсе Дарвина, присылайте, кстати, мне свои идеи по вашим губернаторам, мы такой конкурс проведем. Еще больший придурок это губернатор Новосибирской области Травников, который вообще никогда к ней не жил и прислал был оттуда из Вологодской области, из Череповца. Он, кстати, вот этот тот чувак, который Новосибирск назвал Череповцом, да. Так вот, он решил не отменять пасхальные мероприятия в области, чтобы все пришли в церковь и перезаражались, и только сами иерархи за несколько часов до Пасхи додумались, что все-таки надо, блин, людей держать дома и провести все эти пасхальные богослужения онлайн. Я очень уважаю религиозные чувства россиян, и, честно говоря, надеюсь, что это станет хорошей традицией. Почему бы не молиться богам вашим, любым в которых вы верите онлайн? Это было бы просто отлично. Но, тем не менее, окей, ладно, это вопрос для... У нас свобода собрания, это вопрос для открытого обсуждения, но, тем не менее, вот очень многие другие, тот же Собянин, который мы все время ругаем за дело, но он, тем не менее, в Москве ограничил проведение пасхальных мероприятий, а Травников новосибирский губернатор очканул, испугался это делать, испугался ответственности. Я даже не знаю, из каких соображений, популистских каких-то или что-то, да. Даже сама церковь в последний момент под давлением общественности была вынуждена сдать назад, но он не сдал назад. В своей тупости, глупости и так далее, да. Вот. К сожалению, вот то, что путинская система подарила нам вот этих вот бессмысленных, тупых, безмозглых назначенцев, это все очень сильно усугубляет и ситуацию с пандемией коронавируса, и его распространением, и экономический кризис. Как мы видим, вот вся эта система, выстроенная Путиным за 20 лет, к такой ситуации оказалась просто как решето, такое крупное и чейстое, просто не готова. Мы предоставлены сами себе. В таком худшем смысле всех апокалиптических фильмов или книжек Эйн Рэнд, да. Вот, кроме самих себя нам никто не поможет, да. Возвращаясь к началу нашей передачи, друзья, давайте вот подумаем об этом, давайте используем вот это время на карантине, чтобы выработать в себе вместо вот отчаяния и пессимизма. У нас в конце 80-х было отчаяние гораздо более сильное, но мы собрались и выгнали эту чертову власть, которая не могла просто обеспечить нам элементарную еду. Как вот вы видите на плакате, дайте нам еды, обещаниями мы уже сыты. Это вот один из плакатов с митингов против КПСС конца 80-х годов. Давайте потратим это время не на то, чтобы расстраиваться, выйти, накручивать себя, там, психовать в четырех стенах, а давайте соберемся, подумаем о том, как нам все-таки добиться своего, когда карантин кончится, и сменить эту власть и вернуть контроль над нашей страной народу, гражданам, россиянам, нам с вами. Мне кажется, это хорошее дело, которым можно заняться на карантине. Вырабатываете в себе не только антитела, но и хорошую политическую злость. Мы выйдем потом на площади и вернем себе контроль над страной. Это была программа на карантине, Россия, Урай, Раши, Фейлз и обнимашки с диктаторами в одном флаконе. Мы теперь будем в таком формате выходить. Подписывайтесь на мой канал, это Владимир Милов, и скоро увидимся с вами снова. Обнимашки с диктаторами. Субтитры создавал DimaTorzok